Снимаются маски и голограммы. Фантом пристает перед тобой впервые в данном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. У меня спрут очень большой на голове, его еще пальцы вниз идут по всему телу. Хорошо. Защищаем мой физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Марию в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Марией поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. На месте. Хорошо. Мы приветствуем Марию. Интересуемся, готов ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе наперед сеанса? Она доверит. Она очень просит убрать пруту. С силой моего намерения снимаю с прута с головы Марии. Отправляется в клетку в тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Мы готовы. Хорошо. Так лучше, Мария? Не могу поверить, что его нет. Спрут получает удар пятьдесят тысяч герц. Хорошо. Поехали дальше. Даю команду на четыре сканера сканирует пространство над головой Марии под ногами. Триста шестьдесят градусов вокруг нее. Сканер сканирует систем тонких тел Марии. Находит все. Спрут тянет к ней свои щупальцы. И вот током бьет сильно. Он обжигает их. Ну, если ему нравится, пожалуйста, пусть сует. Рассинхронизированы. Хорошо. Мы сегодня рассинхронизируем и спрута. И, возможно, спрут сегодня по волеизъявлению Марии закончит свое существование. За этот вред, который он нанес душе. В ее руках твоя жизнь лежит. Значит, у нас хамелеон. Хамелеон. Поехали. Разжигает и затухает, как он говорит. Может, хамелеона разжечь чуть-чуть, а? Дать ему ангельской энергии? Он сам умеет, сам умеет. Да нет. Лучше сделаю, чем ты делаешь. Ярче будет. Хорошо. Идем дальше. Ну, кстати, ангельская энергия. Ему приятно питаться. Приятно. Отлично. Появляется в моих руках шар энергии. Ангельская. Один. Два, три. Готов получить я? Не в таких количествах. Вот я тебе от всей души и дам. Паразиты. И не получить. В таком чистом виде она ему не нужна. Он паразитирует на ней, затухая. То есть ставя блоки для прохождения этой энергии. Хорошо. У биоробота происходят определенные реакции. И, естественно, она чувствовала все это, потому что он в сердечной чакре. Страхи и блоки. Сколько ты находился в биополе вообще, хамелеон? Четыре с половиной года. Хорошо, Вера. Кто у нас дальше? Спрут, хамелеон? И бес. Какой у нас бес? Восемь. Сколько ты находился в этом биополе бес? Два года. В квартире присутствуешь? Да. Кто еще присутствует в квартире? Из вас троих, кроме беса? У спрута есть там присоски. Сколько находился спрут в этом биополе, я не спросил? Спрут с рождения. Он маленький был. Вырос в ней. У него еще пальцы до самых ног. Он скручивает ее организм. Биоробот. Как ему надо. Может, ему укоротить его лапки? Сделать их коротенькими? Он показывает в детстве ее, как она росла. Грудное молоко ему нравилось. Это ты? Он разросся на нем. Ты был причиной того, что у нас за палец хваталось еще в детстве? Да. Ему надо было продолжать. Да. Хорошо. Он причина много чего. Потому что его еще пальцы много где в ее организме. Ну, я не знаю, Спрут. Ты готов сегодня выдержать этот откат, который она тебе даст за все свои годы жизни? Тебя разорвет в этой клетке, в клочки. Я тебе сегодня дам откат за все годы ее жизни. За 17 лет ты получишь. Я посмотрю, как ты потом будешь выглядеть. Ты каждую боль испытаешь, которую она испытала от тебя. Паразит астральный. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Марии спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродные негативные патогенные низкооперационные энергии в ее биополе. Каналы выстроились. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Как твое воздействие, хамелеон, она ощущала на физическом теле? С тобой мне не совсем понятно. В блоки. В блоки. Она затухала. Страхи. Ты ей давал страхи? Она испытывала какие-то… Он не то, что давал. Он угасал. Энергию показывает. Он угасает. Горловую чакру показывает. И сердечную. Ей трудно говорить. Он забирал энергии из сердечной и голосовой чакры, да? Да. В какой-то момент все нормально. И он резко ее задушил. И она как набирает воск, как она еще не заикается. То есть она не может… у нее как блок появляется. Слушай… На уровне груди и она не может высказаться. Хамелеон, скажи, у тебя есть контракт на такие действия? У тебя есть вообще разрешение ее на такие манипуляции? Он крутится в клетке вокруг себя и показывает свои цвета. Какой он красивый. Серьезно? А смотри… У меня нет контракта. Нет? Отлично. Сила моего намерения убирая все его цвета. Становится серым. Да будет так, а так и есть. Ну что, Хамелеон, покажи мне свои цвета. Он пыжится. Пыжится? Да. Да. Но остается серым и пустым. Ну, давай, давай. Покажи, где твои цвета, Хамелеон? Вот так. Знаешь, что он получил? Он получил блок. Он это и показывает. Он начинает хрипеть сейчас без цветов. Хорошо. Хрипив клетки, ты никому не мешаешь. Итак, Верочка, где мы остановились? Реверс закончился. Устанали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Мария забирает все чистые светлые божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли. До последней капли возвращает Мария себя обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилий потоки в 50 раз. Ну, от пруда яркие возвращаются цвета по всем чакрам. Мне кажется, от него даже какая-то биомасса возвращается. Скэнер, просканируй сейчас полноту души Марии на настоящий момент. Сто. Ну, душа у нее сто процентов, но биомассу он забирал из органов. Сколько биоматериалов в процентах сейчас? И сколько было? На сейчас бежит, возвращаются цифры, а было семьдесят восемь. Семьдесят восемь. Хорошо, двадцать два процента это уже перебор, спрут. Он заменял ее, ее материалы на свои. Хорошо, уйдешь в тюрьму за это. И в основном это низ, это почки, это женские органы. Значит, он являлся причиной и проблем с этими органами, да? Ну, да. Хорошо. Там вообще пальцы были. Мария. Ревер закончился. Хорошо, Мария, вы меня слышите? Да, конечно, слышу. Вы видите эту ситуацию с этим спрутом? Он у вас сидел с рождения, семнадцать лет? Я вижу, мало того, я знала это заранее. Почему вы об этом знали? Откуда? Вы видели его? Да. Я здесь, чтобы брать его. Мария, вы хотите вернуть ему боль свою, которую вы получили за эти семнадцать лет? Все семнадцать лет? Да, я хочу. Он деформировал мое тело. А мы сегодня деформируем его тело. Это будет очень забавно, я вам обещаю. Я вернусь к этому разговору чуть попозже. Итак, реверс энергии закончился, мы все забрали. Начинаем с беса. Бес, где находится затемнение в биополе Марии? Лярвы есть? Ну вот как раз на груди, между сердцем и головой. Там где хамелеон сидел, да? Да, там блок стоит этой лярвы. Хорошо. Они с живота, сзади на спине. Вот так вот, в семнадцать лет. Хорошо, Бес, выходи сначала. Ты хочешь получить эти лярвы? Я хотел спросить. Он не верит, что ты ему отдаешь. Он напуган, да, он хочет. Не бойся, я с тобой нормально разговариваю. Ты не оказывал такого массивного воздействия, как эти два паразита. Выходи, снимай все, что ты оставил на месте, доложишь мне, я дам тебе отдельную команду. На лярвы сможешь их забрать. Приступай. Он ворчит. Ворчит? Ну, он про себя ворчит. Он говорит одного, ударил другого цвета, лишил. Чего тебе ожидать, кто знает. А, в этом плане. Хорошо. Ну, попробуй меня обмануть, тогда ты тоже это прочувствуешь. Но ты же не обманываешь. Носки снимает. Готов держит в руках носки. Разрешаю тебе забрать лярвы, все забирай, ничего не забывай, возвращайся назад в клетку. Приступай. Готово. Хорошо. Хамелеон, серый хамелеон, выходи, вытаскивай свое гнездо, отключайся полностью, возвращайся назад. Приступай. Поговорим с тобой и о блоках сегодня. Он показывает, как струны у него от гнезда, за которые он дергает, чтобы тушить или разрыгать. Наполняет энергией или забирает. Это сейчас уже не так важно. Подключил, все забрал. Хорошо. Скэнер просканируй. Марию на чистоте с прута. Один, два, три. Если что-то найдется, его подключки. Все, что находится на чистоте с прута, выходит и формируется перед Марией в шар. Пошел процесс. Выходит присоски, выходит какое-то, как молоко, узкая жидкость. Белого цвета. Да. Готовый шар. Открывай под шаром воронку в галактическое ядро и шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Не закрывай портал. Посмотри спрут в этот портал, вот туда ты сегодня скорее всего и уйдешь. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Спрут туда не хочет. Ты знаешь, Мария тоже не хотела, чтобы ты паразит входил в ее биополе в младенчестве. Когда она вообще ничего не могла даже осознавать и понимать твое присутствие в ее биополе. И тем не менее, ты на нее влиял. Ты деформировал ее кости. За это ты будешь сегодня наказан откатом. А дальше посмотрим. Итак, все все убрали. Даю команду на рассинхронизацию Марии со спрутом, хамелеоном и бесом. На счет 3. Пошла рассинхронизация. 1, 2, 3. До 100% заканчивается автоматизация. Спрут не хочет откат. Спрут хочет идти. Спрут должен был думать 17 лет назад о причинно-следственной связи. Если бы ты здесь не находился, паразит, ты бы не находился и в клетке сейчас. Но так как ты вошел в ее биополе и не ушел, и портил ей 17 лет жизни в таком возрасте, ты будешь наказан. Спрут получит откат по полной программе. Посмотрим, сколько лапок у тебя останется. Закончилась рассинхронизация. Включаем внутренний белый свет в Марии. Этим светом нам выдавливает из себя все негативные патогены, низкие аббрационные, находящиеся в ее биополе. Свет пошел, энергии выходят. Остаточные энергии на частотах интерферентов. Все боли выходят. Все негативное патогенное, связанное с интерферентами, их подключками, выходит, формируется в шар. Свет пошел, энергии выходят. У нее сзади откуда-то слизь выходит. Выдавливаем все до 100%. Он из нее с прута делал. У нее крылья, с крыльями ходят. Как в слизи они. Хорошо, мы это все сейчас почистим, ничего страшного. Ангелы своих не бросай. Ангельская душа. Вышел шар. Большой шар. Он как мяч слизь. Открывая воронку в галактическое ядро, все это на переработку уходит. Закрывая, печатаю, растворяю. Подхожу к Марии. Помогая моей энергии отключить все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, они улетают на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо. Возвращаемся к нашему разговору, Мария. Мария, вы хотели дать откат спруту и хамелеону за то, что они учинили в вашем биополе. Вы подтверждаете? Да. Почему вы и нет? Отлично. Хорошо. Выстраиваются два канала. Один к спруту, один к хамелеону от Марии. И даю команду на счет 3. Мария производит отторжение всей этой боли, которую она получила. Пошел откат. Возвращает всю боль за 17 лет в течение одной минуты спруту. И за 4,5 года хамелеону назад. Один, два, три. Пошли два мощных потока. Она говорит, я только отдам им их затраченные энергии на мою боль. Пусть заберут свое. Абсолютно верно. Отдавайте всю свою боль. Все, что вы получили. Вспомните, как вы страдали. Пусть они это испытают теперь на себе. И действовать эта боль будет ровно столько, сколько она действовала в вашем биополе. У спорта у него как спазмы начинаются. У него передавливаются в некоторых местах еще пальцы. Артроз называется. Ну а хамелеон хрипит. Он стучит лапками и хрипит. Готово. Хорошо, отлично. Подхожу к Марии и сжигаете каналы. Один, два, три. Удар. Канал отлетает. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Хамелеону плохо. Ему жарко. Вот видишь хамелеон. Как такое смогло случиться? Не знаешь случайно? Не хочешь мне свои цвета показать, а? Верни ему цвета, ему надо охладиться. Ничего я тебя не буду возвращать. Он теряет свою силу без них. Вот и она теряла свою силу от тебя. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи? Ли, посмотри, пожалуйста, спрута и хамелеона здесь. Не слишком ли они там перешли границы? С спруту я сделал откат. Вернее, Мария сделала откат этой боли. С младенчества он сидел. Даже на физическом теле ее перекосило. Там были моменты, где он сжимал ее. Развитие. С спрута забираем, дома удалите. Сами хамелеона отпускать. От него можно было защититься, изменив реакции. Хорошо. Понимаю. Но дело в том, что ты же понимаешь, в 17 лет сидела сущность. И, может быть, человеку даже и мысли не приходило, не допускалось, что можно было изменить реакцию. Конечно. Безусловно. Хорошо. Благодарю тебя. Итак, спрута забирает, Вера. И что мы должны еще сделать? Напомни, пожалуйста. Дома почистить от спрута. А, дома мы сами уберем. Конечно, да. Хорошо. Хамелеон. Ну что, готов уходить? Нет, он цвета хочет. А что ты за это дашь, Мария? Ты забирал ее цвета. И ты хочешь уйти со своими? Это как получается? Чем ты собираешься компенсировать, паразит? Он показывает водопад. Водопад хочет? Ей поможет водопад. Ей поможет водопад. Хорошо. Возвращаю. Хамелеон и его цвета. Да, будет так, а так и есть. Готова ходить. Хамелеон, если я тебе еще раз в каком-то биополе человеческом встречу, у меня очень хорошая память. Тебе цвета больше после этого не нужны будут. И это понятно? Да, понятно. Он знает, куда идти. Куда идти? Только на свою чистоту думаешь. В Азию? Хорошо. Иди в Азию. Открывается портал наверху против часовой стрелки на чистоте хамелеона. Один, два, три. И хамелеон уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай. Растворяй. Там много хамелеона. Готово. Там не только хамелеона много, но и драконов, и ящеров, и всего остального. Хорошо, Бест. Ты не сильно испугался? В порядке. Хорошо. В порядке. В порядке. Хочешь получить эмоциональный фантом за свою выдержку? Хочет. Выходит эмоциональный фантом Марии. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, также все низкоаборационные эмоциональные энергии. Она проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Он вышел, и он как потный, то есть среди вот этих всех чувств там еще вода. Хорошо. Силам его намерения сворачивать энергии в шар вместе с водой выходит. Все летит в шар. Открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Стоп. 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 Ничего не уходит. Не ушло, Вера? Сейчас Бест не понял, что происходит. Нет, не ушло. Хорошо, Бест. Закрывая воронку, ничего не произошло. Итак, энергии я собрал в шар, да, Вера? Да. Хорошо, Мария, это ваша энергия, которую вы сами сгенерировали. Вы готовы с ними расстаться? Да, конечно, готова. Это не вода, это мой пот. Это от страха, как она, от страха, от неуверенности из нее выходили. Все понятно. В виде воды. Мне показалось, это от спрута осталось, поэтому случилось такое недоразумение. Хорошо, сворачивайте энергии в шар. Забираешь Бест? Да. Отправляю. Бест смелый. Смелый? Хорошо. Бест, скажи, ты один в квартире или там черт еще есть? Он показывает квартиру, там какая-то пелена. Хорошо, это мы уберем. Меня другой интересовал, если там черт. Хорошо. Я тебе сейчас открою портал в квартиру. За это время ты соберешь все, что ты там оставил. Дожидаешься меня. Я приду, проверю. Ты мне покажешь все порталы, я их закрою. После этого я соберу тебе еще весь негатив в этой квартире, в дорогу, если хочешь. Да, хочет. Хорошо. Открывается портал в квартиру Марии и БЕС уходит в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Поехали по частотам. Усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Мария, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете без этих паразитов? Я дышу. Мне легко. Отлично. Все остальное будет восстанавливаться. Не беспокойтесь. Когда никто не мешает, организм сам регенерируется. Хорошо. У нас остались десять вопросов к вашему куратору. Я дышу. 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 За Будет.